Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, братья и сестры, всех вас поздравляем с таким важным событием, как наступление Святого Успенского поста. Этот пост, который длится всего две недели, является очень важным событием духовной жизни, жизни Церкви, потому что всех нас он готовит к двум празднованиям. Этим постом мы готовимся к празднованию Преображения Господня, и этим постом мы готовимся к празднованию Успения Пресвятой Богородицы. Это два величайших события, которые освящают пост и освящаются постом. Это два взаимосвязанных праздника, два события, и к ним мы готовимся строгим нашим воздержанием. Пост Успения Пресвятой Богородицы известен в Церкви с древности, И хотя официальные документы, памятники говорят нам только с IV-V веков, но знаем из истории Древней Иерусалимской Церкви, что первые крестьяне по традиции своих праотцев творили постное поминовение своих усопших, известных, знаменитых предков. Мы знаем с вами, что когда родился святой предча Господень Иоанн, хотели наречь ему имя Захария в честь отца, потому что детей называли больше по традиции в честь своих знатных предков, известных людей. Если отец был первосвященником, и сына хотели тоже назвать в честь его, почитая сам, который имеет отец и которым освящается вся семья. Но здесь мы имеем с вами теперь уже другую традицию. В честь известных усопших предков в древности тоже творили пост. И постом поминали и чтили память своих усопших родных. И вот люди первой церкви, христиане первой церкви Христовой в Иерусалиме, памятуя о дне преславного успения Божией Матери, в честь ее памяти тоже творили пост. Этот пост твердо вошел в жизнь церкви, и теперь мы имеем с вами уже обозначенные дни, две недели, с 14 по 28 августа, пост в честь успения Пресвятой Богородицы. Первый день поста благословляется изнесением честного креста Господня, изнесением древ креста Господня. Это событие происходило в древности в граде Константинополя, в то время, когда город Константинополь часто посещали болезни, эпидемии, инфекционные. Люди очень часто собирались на площадь у храма Святой Софии, совершая в Богомолевстве и об исповлении этих напастей. И вот в день начала Успенского поста была заведена такая традиция, из храма износили древо креста Господня, и перед древом креста Господня молились об избавлении от напасти и от болезней. Эта традиция тоже плотно вошла, твердо вошла в устав в жизни церкви, и первый день Успенского поста начинается с благословения крестом Господним. Вот мы молимся Пресвятой Богородице о ее милости, о спасении душ наших, и пост, следующий грядущий пост, дай Боже пройти с благословением от животворящего древа креста Господня. Уже по состоявшейся традиции здесь, на Руси, в этот день освящается мед нового урожая. Это, братья и сестры, тоже очень важное событие, потому что мы знаем, что мед важный продукт в нашей жизни. И когда мы молимся, Отче наш, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, важно, что с обретением новых плодов, нового урожая мы обретаем от Бога этот хлеб насущный. Господь снова и снова питает, милует и кормит нас. И вот когда мы совершаем освящение новых плодов, новых продуктов, прежде всего Богу воздаем благодарение. Молимся, Отче наш, хлеб наш насущный, дашь нам днесь, дает Господь милость и пропитание, и мы Бога благодарим. Вот поэтому сегодня тоже совершается освящение меда нового урожая. Сейчас, подходя к целованию креста Господня, мы будем освящать каждого из вас принесенный мед. Пожалуйста, просим вас в тишине, в спокойствии, не толкая, не подбивая друг к другу, потому что все с тяжелым приношением мед осветим всем. Поздравляем вас с Успенским постом и с событием изнесения честного древа креста Господня. Поздравляем вас. 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 Продолжение следует...